...которые раньше умалчивали об этом, то есть старались не поднимать эти вопросы, сейчас уже вполне откровенно говорят. Что говорят? Что это правительство работает на граждан Америки, а не на граждан Германии. Пока говорят, что только против граждан Германии, но не говорят за кого. А в целом, обвинить-то всегда есть кого. Нет, и тут я в смысле, в общем, выздоровление общее будет по всем странам, когда правительства будут работать для своих граждан. Не надо правительству Германии работать для граждан России, да, допустим, или как там, в десна целоваться с Россией, не надо. Просто каждое правительство на интересы своих граждан, и тогда у всех все будет хорошо. Она будет полное взаимопонимание, любовь, и, как говорится, мода на брижневский поцелуй вернется. Вот где был мужской засос. Вот. Хотя вот с этими Макронами страшно так. Вдруг не отмашешься, не отмашутся потом. Вот. Сейчас, подождите, скину на вас ссылки. У вас же Татьяна Кавилла так рабочая, да, он и остался? Да. Я просто зашел, да-да-да, посмотрел, что вроде это все в порядке, по секунду. Вот. В целом, видите, как бы ситуация-то такая, что они, может быть, хотят работать на немцев, назовем так. То есть не на кого-то там вокруг, а на немцев. Но мы же живем в капитализме. То есть тут любое движение, оно подрезает. А, допустим, с экономикой проблемы, вот, предположим, тут мало кто, предположим, вслух обсуждает тему того, что в бюджете не хватает энное количество миллиардов на следующий год. А, слушай, а при чем здесь капитализм? Это к капитализму вообще не имеет никакого отношения. Это давно уже никакой не капитализм. Это уже глобализм, да, который, ну, скажем так, перерос во что-то более, ну, другое, чем экономика, чем политика, чем вообще... В вассализм. Ну, вассализм. Вассалы, они определенной страны. Та же страна с ними не глобализируется. Они же этот самый, они же используют как инструмент. Вот в чем дело. Тут это другое. Я говорю, понимаю, если там, как говорится, компромата много, ну, выйди так перед народом, скажи, друзья, блин, есть такая компра на меня. Извините, там, и началось. Вот это я делал, вот это делал. Ну, простите, но зато я хочу вот этот, вот этот проект. Не надо говорить. Меня всегда бесит, когда выходит и говорит, я сделаю вашу жизнь лучше. Блядь, у одноногого нога отрастет. Или у импотентов станет, блядь. Что, у каждого свое понятие лучше, жизнь, да? Нет, просто я считаю, что приходит руководитель и говорит, я хочу сделать вот такой проект. Этот проект в нашей стране и вам принесет вот это, вот это. Это будет стоить столько денег. Мне надо, сука, вот столько времени. Да, мне нужен Северный поток или какой-нибудь еще другой. Да, или что такое. А что, ну, Северный поток был хороший проект, кстати. Вот. Вот это вообще до сих пор в голове, честно скажу, не укладывается. То есть насколько, вот знаете, это вот как марионеточные вообще. Вот многие сейчас события в мире, они вот как будто на них смотрят на рионетки. То есть вот берут вот так, отворачивают. Слушай, а мне, а можно вопрос? Вот до того, как началась вот эта вот история с СВО, да, с Северными потоками, было понимание, что вы, ну, оккупированы, да, что вы не самостоятельны? Я что понимаю, статус оккупированности. Вот смотри, это может, нет, это могут понимать, допустим, вот я, предположим, ну, в бывшей ГДР живу, то есть это Восточная Германия. Здесь люди с радостью вспоминают, допустим, ну, в смысле, как, вот смотришь в глаза, там, допустим, он 70-летний, там, старик, но как только он начинает говорить о тех временах, видно, что он, ну, тает, то есть им хочется, они все равно вспоминают с теплом. Ну, не знаю, значит, хочется, но хотя бы вспоминают с теплом. За 30 лет после того, как снесли стену, не уравнялась страна. То есть Восток и Запад живут по-разному, и они сами это осознают. Но говорить о чем-то вслух, то есть вот, допустим, ну, высказывать, как это объяснить правильно там? Мнение свое высказывать. Ну, то есть... Критику. Критику воссоединения, я понял. Они вообще с трудом многие вещи, честно скажу, они с трудом понимают, почему. Потому что вот я ходил, предположим, смотрел на главной странице газет, магазинов. То есть в магазинах продаются... Мордин плохиша дали, извините. Сдал всех за банку варенья и пачку печенья. Как его сдавал? Кого там всегда сдает Виталя? Фу, вылетел из головы. Котел где был? Вот смотрите, они вообще, у них вся суть в том, что они следуют за мнением извне, за навязанным. Ну, в смысле, вот, допустим, они очень четко следуют за мнением правительства. И только сейчас начинает происходить определенный слом, когда они понимают, что их СМИ не дают им 100% информации. То есть потому что там большая часть скрыта. А сейчас они еще видят, что против них это все оборачивается. То есть сейчас они сначала говорили, когда только началось СВО, граждане между собой говорили, слышь, ну нафиг оружие поставлять. Ну, когда только начали. Сначала про бабки, говорят, ну нафиг бабки. Потом говорят, ну нафиг оружие. А сейчас, получается, их пытаются туда втянуть и втянуть. То есть когда про танки говорили, нафиг танки, это еще как-то прокатило. То есть Россия никак не отреагировала. Ну, понимая, что это деньги, ну и не более того. То сейчас их уже пытаются туда вот в лице, как его, Эммануэля, пытаются уже людей втянуть. Какой там Эммануэль, еле-еле Боня. Ну почему? Судя Эммануэль собирает групповуху. Все как в хорошем классическом фильме нашей юности, которую мы смотрели на кассету с основным переводом. Ну, там перевод-то был. И все это. Я, кстати, видел даже черная Эммануэль была. Так он назывался. Да, да, это для меня вообще знаковое, тот самый, это мой первый порнофильм. Вот. Ну и моя первая порно-книга, так как я не очень любила читать, в смысле смотреть, я любила читать, я ее читала. Я сейчас почему-то представил, знаете, книгу Шрифаэль. Интересный вариант. Что, вопросы еще есть? Я то вас отвлекаю. Не, ну как же, слушай, мы пошли вообще пообщаться. Ты на стриме, да? Да, да, да. Всем привет. Стриму привет, да. Не, я просто, я говорю, я за то, что я так думаю, что вот этот весь конфликт, на самом деле конфликт именно, что с Украиной это так, это именно из-за чего все началось. Я надеюсь, приведет к тому, что, во-первых, во главе государств будут именно национальные руководители. В жизни не поверю, что как Анна Ленна Бербок могла выиграть что-то, не так скажу, что она могла подняться по карьерной лестнице для того, чтобы заявить свою кандидатуру на этот пост, понимаешь? То есть этот человек по-любому должен был, когда ему, когда ей сказали, пойдешь, зайдешь, она должна была зайти не в ту дверь, в любом варианте. И у нее все, весь лабиринт ее все равно должен выходить в туалет к швабрам. Но она реально дебил, ну, неграмотный человек, да, не буду оскорблять. Понимаешь, тут же, понимаешь, нельзя говорить, когда ты оскорбляешь, когда ты оскорбляешь первые лица государства, ты в том числе и граждан поносишь, потому что, ну, это же как в семье, да, говорит. Хотите вечерний анекдот про Вовочку? Старый-старый детский, Вовочка идет с мамой, мам, купи мороженого, она говорит, хрен тебе. Мам, ну, купи мороженое, он говорит, он, видишь, под, как же синоним слову подъебешь, вот, он, мента, говорит, тогда куплю. Он подходит и говорит, дяденька милиционер, он говорит, да, говорит, а зачем у вас на фуражке вот этот ремешок? Он говорит, понимаешь, мальчик, когда я гонюсь за преступниками, я вот так одеваю ее, этот ремешок, чтобы фуражка не слетела. Он думает, ха-ха-ха, а я думал, чтобы еблом не щелкать. Ну, тут его хватит за ухо. И, короче, говорит, этот, останавливает такси, говорит, отвези в детскую комнату милиции, пускай оформят. Говорит, а то, ну, задолбал этот мальчик Вовочка. Ну, едут, говорит, только не разговаривай с ним. Он едут, Вовочка сидит, у нас уколупается, говорит. Вот если бы мой папа был лев, а мама львицей, я был бы львенком. Таксист, он говорит. Ну, а если бы мой папа был тигр, а мама тигрицей, я был бы тигренком. Тут не выдержит. А если бы твой папа был пидорасом, а мама соскан, кем бы ты был? Таксистом? Так что, я просто говорю, нельзя первых лиц оскорблять, потому что это сразу проецируется на всех граждан. Ну, как так можно было, да? Я говорю, что Шольц, что это, что это пистолио? Так смотришь, сука, ну, клоунадо. Там Трюдо, тут Макрон. У вас это, к Санду. И венчает, и впереди на всех с барабаном, но без палочек идет Зеленский. Барабанит одной палочкой. Это же твою ты мать не хай. А, нет, плюс еще этот самый. Супер руководитель Пашинян. И ты понимаешь, молодцы. Просрали земли. Сколько людей положили с 90-х годов за этот Карабах? Сколько положили, сколько семей разрушили. Знаешь, что на Западе никого не интересует количество этих людей? Вот так вот взял и отдал. Вот так вот взял и отдал. А азербайджанцы сейчас сидят и говорят, армяне за один день, говорит, пять раз предали Россию. Они сказали, говорит, мы зайдем дальше. Потому что все прекрасно понимают, если Россия не впишется, никто никого нигде не удержит. Объясните мне, где американцы где-то что-то сделали? Американцы или на голосах среди сделали? Ну, сейчас там Макрон же, они сейчас на Макрона же надеются. Сейчас придет Макрон и всех спасет. Молдову спасет, Украину спасет и особенно спасет Россию. Вот я хотел спросить по поводу Молдовы. То, что там вот эта ситуация с ПМР и прочее, это просто было вброшено? То есть, ну, для чего тогда проверки? Нет, ситуация реально, ну, неспокойная, скажем так. А вот Молдова, ну, скажем, провоцирует, да. Молдова, во-первых, с самого начала конфликта встала на сторону Украины. Предоставила логистические все дела, знаешь. Ну, они очень много чего натворили такого, что это самое. И эти регионы, которые вот автономный регион Гагаузия и регион Приднестровья, они обозначают свою позицию, что мы не с ними. Знаешь, на всякий случай, когда Россия придет, чтобы они их пожалели. Мы не с ними. Это не мы, это Молдова. Ну, не повлечет ли это сейчас какие-то последствия? То есть, ну, не провоцируют ли они такими там заявлениями? Никто не знает. Скорее всего, нет, потому что уже, ну, во-первых, это бьют же не своими руками, а руками украинцев. А украинцев, извини, на всех не хватит. А вот на все стороны, как бы, их просто тупо не хватит. Они уже заканчиваются физически. А вот это первое, второе. Где бомбанет второй, ну, где Россию будут, как бы, отвлекать на второй фронт? Не знаю. Или Карабах, или Армения, да? Вот, или Приднестровье. Вот эти два варианта, которые... Ну, тут тоже, знаешь, стоит вопрос. Приднестровье, понимаешь, они загнали себя в ловушку, сами же молдаване, не признавая Приднестровье отдельным регионом. Они вот сейчас, на данный момент, они загнали себя в ловушку. Потому что Молдова говорит, не, чуть-чуть шо, не, не, мы Молдова, типа. Знаешь, ну, Приднестровье говорит, мы Молдова. Попробуйте на нас нападить, и, значит, нападете на Молдову, понимаешь? Этим, блин, не знаю, что делать, понимаешь? Молдоване уже, эти наши не рады молдоване, что они не отпустили Приднестровье раньше. А отпускать они не могут, не могли, потому что, ну, тогда этот регион бы сильно бы стартанул. В плане Молдова бы пострадала, энергоресурсы, все, это же все с Приднестровья, понимаешь, отсюда. Ну, короче, не знаю, сейчас ситуация, конечно, очень интересная. Будем надеяться, что разрешится все, потому что, вот, глядя на информповестку вообще мировую, то есть, ну, там, на Америку, если смотреть, на Западную, как на Европу, на Западную, все равно сдают позиции, ну, в том плане, что понимают, что Россия не согнется, ну, на данном этапе. То есть, вот, конкретно, вот, такое военное воздействие на, там, самом, ну, такой, достаточно большом участке границы никак не повлияло. Она ни снаружи не шелкнулась, ни внутри не шелкнулась. Вся надежда была, что Путина не переизберут, понимаешь, вся надежда была... Я говорю, что внутри не пошатнулась, что они смогли пошатнуть. Да, да, вся надежда, они все делали для того, чтобы вот именно скинуть Путина, потому что это был, скажем так, флагман суверенитета, да, он был во главе того, что Россия берет суверенитет и выходит из глобального проекта. Его надо было срочно скинуть и так, и сяк, и пятое, и двадцать пятое, но никак, понимаешь, дошло до того, что втянули уже в эту войну. Ты же сам понимаешь, что Путин тянулся сначала, ну, с этим конфликтом тянул очень долго. Вы смотрели Панченко? Вчера выпуск, нет? Нет, вчера не знаю. Посмотрите, у Дианы Панченко вчера хороший выпуск, называется «Слова Путина». Там с девяносто первого года его заявление. То есть, ну, если кто-то что-то говорит, что вот он там не говорил или там говорил не то, его слова... Ребят, я всегда говорю, если вы хотите понять, что и как происходит, чего добивается Россия, еще раз пересмотрите речь 2007 года. Он тогда четко обозначил цели, и он к ним идет. Вот эта вся эта хрень сопутствующая, приходится отвлекаться. Я не понимаю, конечно, вот этих людей, которые адепты свергнуть Путина, или вот это все против Путина, да, когда они верят в то, что это... Как там, это что я говорил, Путин-морозильники, да, кто там соловеет, Путин-морозильники, а это 15... Какая разница, значит, кто-то есть другой, да, который руководил? Ну, на самом деле, я так думаю, что Владимир Владимирович как предохраняется, и команда, которая к этим целям так и будет дальше идти, потому что это единственное на данный момент условие сохранения и развития России. Вот как-то и все. А Россия, Россия прекрасно понимает, что, знаешь, как вот этот... Нельзя быть вот жемчужиной кучи говна. Ты будешь говняной жемчужиной. То есть все твои соседи должны вместе с тобой развиваться. Вот и все. И когда все считают, что это русские дебилы, нам там то построили, нам там то дали, нам то... Да, это вам дается только для того, чтобы вы, как говорится, не сидели постоянно с протянутой рукой. Я говорю, ведь разница в чем Соединенных Штатов и вот Россия, и все Европы. У них вокруг одни рыбы. Нет, с одной стороны, правда, канадцы и еще мексиканцы есть. Как-то так, да. Но это такое. Это такое, да. Вот, то есть, поэтому... Вообще это все на самом деле, знаете, вот я смотрю, и печально то, что... Я же говорю, никто не считает людей. То есть вот их просто бросают. И если когда-то это было на Ближнем Востоке, это там Ирак, допустим, там Сирия, ну это воспринималось как-то отдаленно, что ну да, там гибнут люди, типа, ну и гибнут. То сейчас здесь, и ты понимаешь, что как им было насрать на людей там, где гибли миллионами, так же им насрать и здесь. И лицемерие они своего не изменят. То есть вот лицемерят все и откровенно. И уже это местами не смешно. Ну, на людей насрать всегда. А самое... Понимаете, в чем дело, друзья? Почему вот эти все, так называемые, знаковые какие-то преступления России, российской армии, они выдуманы. Потому что выдуманы, они прямо правильно выдуманы. По тексту, по сценарию. По ним удобно скорбить, потому что жертв нет. А по реальными, по реальным катастрофам скорбить сложнее, потому что есть родственники жертв. Которым надо как минимум выплачивать что-то. Выплачивать и еще ответить, а почему так случилось? Почему именно так случилось? Как вы допустили и все остальное? Как вы, руководители, как... Все забывают, да? На производстве что-то случилось, какая-то катастрофа, и понеслась, как говорится, от самого первого, который руководит, или до и до верха сняли. Плюс еще могут и в министерстве, если там что-то крупное. То есть есть порядок ответственности. То есть есть жертва, есть ответственность. Потому что нет ни одной трагедии, что как вы допустили, если к тебе открыли дверь, у тебя хреновый замок, и, как говорится, всю семью покалечили, то виноват кто? Прежде всего тот, кто замок не поставил нормальный, кто не про техникум... Ой, про безопасность не про это. Вот так оно и все. Или тот, кто допустил, как говорится, навел, и все остальное. А знаешь, какой вопрос меня все время волнует? Когда случилось это Буча, помнишь? У меня, я еще в Италии жила, и там как раз были девчонки-беженцы из Бучи. Я у них спрашивала. Я говорю, слушай, вот ты знаешь кого-то, чьи родственники вот там вот лежали, да? Ну, вот эти вот... Ну, это же Буча, это же Буча. Нет. Я говорю, ты знаешь хотя бы одного, кого изнасиловали ложечкой? Помнишь, я-то рассказывала? Нет. И вот мне до сих пор, я не видела нигде родственников этих людей, которых там убили. Ну, они должны... Я же тебе за что и говорю. Их должны... Они должны выходить. Они должны создавать какой-то, я не знаю, информационный шум. Понимаешь? Они должны выходить с какими-то требованиями, там, я не знаю, к чему угодно. Я не видел ни одного родственника. В конце долгонцов уже должны быть дети, изнасилованных массово... Это да, нет, насчет детей, да-да-да-да-да. Это как бы одно дело. И они точно будут все буряты. Потому что... Ну, вы же понимаете, что это... Я уже разговаривал с жителем Бучи, с жителем Бучи. И когда я всегда начал разговаривать, не, он уехал, он... Даю зуб, я житель Бучи, он правда путался, жил он в той квартире, у которой все вынесли. Или не жил он в той квартире. Почему именно это взяли? Почему он там путался все? И когда он мне начинал там вот... Я говорю, подожди, тормози, говорю, тормози, тормози. Я говорю, разрушенная часть Бучи, это около вокзальчика. И прилеты снарядов. Вся остальная Бучи, она целая. Мало того, что она целая, она продолжала жить, как и жила. Там Бучи очень такие, скажем так, недешевые поселки частных строек. И она как продолжала... Там Рпень Бучи, они жила. И скажи мне, почему тогда вот этот очень недешевый поселок, то есть, понимаешь, да, почему в тот поселок никто не зашел? Почему из того поселка никто не говорит, что, понимаешь, там фаянс не унесли? Может, они, конечно, использовали золотые унитазы, их сразу на зубы брали. Переплавили тут же, орки же. И мне вот этот весь... Я всегда говорю, я говорю просто... Говорить о том, что заходит боец, забирают все, ребят, чисто логика. На чем ты увезешь, унесешь и все остальное? Это при том, что для того, чтобы... Это не только... Ведь почему уже в каком... В 18-19 году ВСУ взялись за мародеров? Потому что это предложение дисциплины. Нет дисциплины, нет ничего. А понимаешь, это в чем дело? Мы кола, падла. То был мой ковер. Мы были, пам, в затылок. Все пары убили. Но ковер забрал. Понимаешь, вот это вот все... Махновщина? Да. Это не мой размерчик, помнишь? Да. Это когда ты заходишь. А это... Блин, это... Вообще, то есть оно вообще никак не налазит. Но им приятно думать, что они бедные, несчастные. Бедные этот самый. А насчет иностранцев здесь, на Донбассе, ребят, из полей слышится не только вот это щеня. Нытье щеня. Там и хруст французской булки. На булок французских идет хороший хруст. Все вот эти танчики их, которые были. Там все экипажи были французские. Танчики, три этих самых, все это... Цезарь, то есть Цезарь. Это все экипажи и расчеты французы. И это... Пшечка-давачка там стонет. В полный рост, когда... То есть... Вообще, да, ежик. Вот они-то лезут. Вот что они лезут? А самая господная, я говорю, тоже в телегу скидывал. Вот у меня Андрюха говорит, твою мать не говорит. Мы его, говорит, хрен знает, когда подбили. Ну, там, в общем, с этого УАЗика никто не вышел, не успел. А он говорит, мы только потом обратили внимание. На крыше СС, нормально, наша буханка. Укроповская. Ну, я скидывал в телегу эту фотографию. Я одну скидывал, там их несколько, он просто один. Просто вот поляки-то, они же сильная восточноевропейская страна. То есть, вот из всех своих соседей, мне кажется, они сам, ну, не считая Германии имеется в виду, то есть, они самые конкурентоспособные. Вот в этой части, зачем они лезут? Ну, их уже столько, они исчезают, ну, потому что с карты. То есть, они хотят вообще кануть лету? Ну, это, они это все время пытаются, потому что поляков... Нет, они сейчас суют Украину вперед, чтобы Украину деребанили. А их вот, ну, они уже оставили. Ну, то есть, им они рассчитывают... Они прикрылись Украиной, да. Ну, то есть, они рассчитывают ухватить кусок. Ну, или ухватить кусок, неважно. Главное, что не их будут деребанить, а Украину. Печально, честно скажу. Вот эти все моменты, и вот, знаете, если бы люди были бы достаточно, ну, в мире, если бы людям было бы достаточно интересно, то мир выглядел бы иначе. Потому что только сейчас начинают видеть люди события, которые происходили 10 лет минимум назад. Я уже не говорю, ну, с 90-х, то есть, там... То есть, к чему это привело, ты хочешь сказать? Что случилось? Да. Люди-то винят Россию в этом. Ты знаешь, а я вот, когда вот это все началось, я понял рассказы родственников о временах Махно, о временах военных, ну, оккупационных и послевоенных. Я понял эти рассказы. Так-то я слушал, ну, как бы это, а тут все одно и то же. Все это самое. Так что, я не знаю, все будет нормально. Вопрос из зала. Проси, как у них строительство происходит, воровство. Строительство... Мы тему кому-то и знаем. В Донецке строительство сейчас нет, область, ну, вся, как бы, там, да, строится, сам Донецк нет, там, Марик, Шахтерск, воровство на строительстве, хрен его знает. Может, что-то и есть, но то, как быстро и то, что как строится, поражает, конечно, такого не было. Я могу сказать, что в Шахтерске и до Майдана не было воды. Там была проблема с водой, с дорогами, с жильем, с людьми. Ну, что ты хочешь, если вот только сейчас, только сейчас в Шахтерске начали в школах и везде пожарную сигнализацию устанавливать. Это не то, что она новая, она просто первая. То есть, этот, насчет воровства, наверное, поэтому и строят именно строители приезжие, потому что тоже не унесешь. Где-то как-то на каком-то мелком бытовом уровне, может быть, и есть. Нет, ну, как бы никто же от этого глупо, да, отрицать. Я не знаю, чему сосед делает. Да, с этим, ну, именно так, чтобы я не сталкивался. У нас, смотрите, я могу рассказать, вот у нас в Академии поменяли окна. У нас же в город прилетел, окна вышли. Вот, там, 76, по-моему, окон, не помню сколько точно. Вот, меняли окна, но приехали, вот оно количество, они все разного размера. Вот, ну, то есть, несколько типов размеров. Они приехали, привезли окна, привезли отделку на этот, ну, по бокам вот это все. То есть, вынули окна, поставили окна, это отделка, вот ее привезли много, да, там, не гипсокартон, а это сэндвичи. Привезли, ну, вот эти все, что чем клеится, все это самое. Короче, эта отделка закончилась с постановкой окон. Все, какие-то там кусочки маленькие, этот самый, вот так вот оно все происходило. Они это все вытащили, старые окна, ну, которые там с осколками, с этими, вот, все это выкинули. Вот так это происходило. Ну, да там тоже же, знаете, вот эти вот то, что, ну, грубо говоря, никто же не гарантирует, что завтра опять туда же они не стрельнут просто так. То есть, просто чтобы, ну, разрушить это здание. Да, во всяком случае, вот я, кстати, пример, вот даже с этими окнами, извини, что перебиваю. В какой-то момент, когда, у нас же рулили все, у нас же, у нас же, когда стало незалежно, у нас резко стала галичина, сука, везде, понимаешь? И вот представь, в Донецке было семь больших заводов производства окон. Но заказывали окна во Львове. Так ничего, да, так привезти окна. И даже мусорные баки. Кстати, надо сфотографировать, пока он там не умер, потому что латиница и Львов, не Львив, а Львов, выбито. Это они делали, да. В историю. В историю. Так, окна настолько примитивные, у них не было проветривания, а для температуры и все остальное окна должны быть постоянно на проветривание. И покупали отдельные какие-то такие гребенки, чтобы можно было, ну, как вот это на крючочках. Делали, чтобы окна сделать на проветривание. То есть, вот это самое простое. Вот так вот оно все и было. И вот это поставили в окна, и все остальное, нихрена нигде не ставилось. Подоконники не привозили, подоконники там спать можно. Ну, это все старые здания, как в Смольном. Ну, реально там спать можно, односпальная кровать. Ну, или там еще... Чем, собственно, говорят, творческие люди на них и занимались. А так как это находится на центральной улице, и там звонят ректору и говорят, ваши музыканты непотребством занимаются. Говорит, как вы видите? Говорит, ну, смотрю в театральный бинокль, все вижу. Говорит, ну, не подглядывайте. Ну что, тогда вам крепкого здоровья, берегите себя. Как канал, кстати, твой называется? Трещина. Вот, хочется... Развитие вашего канала. Да, друзья. Продолжайте воевать на информационном фронте. Какие бы ни были, мы все бойцы, поэтому сил, терпения и спокойствия. Да, и чатик, друзья. Друзья, вот я говорю еще раз, повторю, март – коварная вещь. Всем говорю, а сам, походу, все-таки решил заболеть. Вот, так что берегите себя в этот... Не заранливайте. Март – вечер. Чел, спасибо вам за разговор. Все, счастливо. Пока-пока-пока. До свидания. Удачной охоты. Субтитры создавал DimaTorzok